195. Как может человеку быть нищим по духу, особливо, когда сам себе чувствует, что он переменился, преуспел, дошел до видения и разумения, какого прежде не имел? Пока человек не приобрел этого и не преуспел, он не нищий еще духом, но высоко о себе думает. Когда же приходит в сие разумение и преуспеяние, тогда сама благодать учит его быть нищим по духу. И хотя он праведник и Божий избранник, не почитать себя за что-либо, но признавать душу свою малоценную и уничиженную, как будто ничего он не знает и не имеет, хотя и знает и имеет. И такая мысль делается как бы прирожденной, укорененной в уме человечества. Не видишь ли, что пратец наш Авраам, будучи Божьим избранником, называл себя землею и пеплом? И Давид, помазанный царя, имел перед собой и Бога, и что говорит? Серье, а не человек, поношение среди людей. Салом 21, 7. Поэтому желающие быть сонаследниками их согражданами в небесном городе и прославиться с ними, должны иметь тоже смиренно мудрее. И не думать о себе, будто они что-нибудь, но иметь сокрушенное сердце. Принявший благодать, почитает себя уничиженным, падший всех грешников. И такой помысл насажден в нем, как естественность. И чем глубже входит он в познание Бога, тем больше почитает себя невеждаю. Чем более учится, тем более признает себя ничего не знающим. Это же поспешивающая благодать производит в душе, как нечто естественное. Благоискусные перед Богом сами себя признают весьма малыми и крайне неблагоискусными. И для них стало естественным и непременным делом почитать себя низкими или даже ничем. Уже ли таковы и не знают, что им придано, чего не имели, и что они приобрели нечто необычайное для естества своего? Сказываю тебе, что не признают они себя благоискусными и преуспевшими, не знают, что приобрели и чего не имели. Нисходящая же на таковых благодать сама учит их, чтобы и преуспевая не почитали души свои и драгоценною, естественно же признавали себя ничего не стоящими. И будучи драгоценными пред Богом, не таковы они сами для себя. При своем преуспеянии и ведении Бога признают себя как бы ничего не знающими. И богатые перед Богом сами для себя кажутся бедными. Если же увидишь, что кто-нибудь превозносится и надмивается тем, что он причастник к благодати, то хотя бы и знамение творил он, и мертвых воскрешал, но если не признает души своей бесчестной и уничиженную, и себя нищим по духу и мерзким, отрадывается он злобою и сам не знает того. Если и знамение творит он, не должно ему верить. Потому что признак христианства и того, кто благоискусен перед Богом, стараться таить это от людей, если имеет у себя все сокровища царя, скрывать их и говорить всегда, не мое это сокровище, другое положил его у меня, а я нищий, когда положившись захочет, возьмет у меня. Если же кто говорит богат, я довольна с меня и того, что приобрел, больше не нужно, то таковой не христианин, а сосуд прелести и дьявола. Ибо наслаждение Богом ненасытимо, и в какой мере вкушает и причащается кто, такой делается более алчущим. Такие люди имеют горячность и неудержимую любовь к Богу. Чем более стараются они преуспевать и приобретать, тем паче признают себя нищими, как во всем скудных, ничего не приобретших. Они говорят, не достоин я, чтобы это солнце озаряло меня. Это признак христианства, это смирение. 199. Если кто не соблюдает великого смиренно-мудрия, то предается он сатане и обнажается отданной ему божественной благодати. И тогда обнаруживается его самомнение, потому что он наг и беден. Поэтому обогащающийся Божьей благодатью должен пребывать в великом смиренно-мудрии и сердечном сокрушении. Почитать себя нищим и ничего не имеющим. Думать, что имею у себя все то чужое, другое мне дал, и когда захочет, возьмет у меня. Кто так смиряет себя перед Богом и людьми, тот может сохранить данную ему благодать, как сказано, смирящегося вознесет. Будучи Божьим избранником, да осуждает он сам себя, и будучи верным, да почитает себя недостойным. Такие души благоугождают Богу и животворятся Христом. Несмотря на то, однако же, им дается предостережение больше всего опасаться самомнения, превозношения, осуждения, ибо за них отступает благодать. А без благодати – тотчас падение. Если царь положит свое сокровище у какого-нибудь нищего, то принявший на сохранение не считает его сокровище своей собственностью, но везде признается в своей нищете, не смея расточать чужого сокровища, потому что всегда рассуждает сам с собою. Это сокровище не только у меня чужое, но еще положено ко мне сильным царем, и он, когда захочет, возьмет его у меня. И имеющие благодать Божие должны тоже о себе думать, быть смиренно мудрыми и исповедовать нищету свою. Если нищий, приняв от царя, вверенный ему сокровище, и понадеявшись на это чужое сокровище, начинает превозноситься им как собственным своим богатством, и сердце его исполняется китение, то царь берет у него свое сокровище, и имевший его на насохранение, остается таким же нищим, каким был прежде. Так, если и имеющие благодать превознесутся, и станут надбивать сердца их, то Господь отнимет у них благодать свою, и останутся они такими же, какими были до принятия благодати от Господа. Поскольку, приняв благодать Духа и находя для себя благодатное утешение в упокоении желания и в духовной сладости, и положившись на это, превозносятся они, предаются беспечности, не сокрушаясь сердцем, не смиряясь в мыслях, и не достигнув совершенной меры бесстрастия, не получив того, чтобы со всей старательностью, верой, совершенно исполниться благодати, подовлетворились они тем и успокоились, и остановились при малом благодатном утешении, то подобны всем души, преуспев более в превозношении, нежели в смирении, и если исподобились какого дарования, лишается того забеспеченное небрежение и засуетную кичливость их самомнение. Сказываю же тебе, что видел я людей, имевших все дарования, и садивавшихся причастниками Духа, и не достигнув совершенной любви, а они падали. Некто человек благородный, отрекшись от мира, продал умение свое и дал свободу рабам, и как благоразумный и смысленный прославился уже честной жизнью, и между тем, предавшись самомнению и надменности, встал, наконец, в распутство и в тысячи зол. Другой во время гонения предал тело свое, и, быв исповедником впоследствии по наступлению мира, освобожден и был в уважении. У него повреждены были вежды от того, что его томили в сильном дыму, и он, прославляемый, будучи поздан на молитву, взяв хлеб, дал он и отроку своему. И он у него пришел в такое состояние, как будто бы никогда не слышал он Божье слово. Значение поступка, что подвижник этот призрел предложенное ему. А другой некто, подвижник, живя со мной в одном доме, и молясь вместе со мной, так богат был благодатью, что, молясь поди меня, приходил в умиление, потому что кипела в нем благодать. Ему дано было дарование исцелений, и не только изгонял бесов, но и связанных по рукам и ногам, имевших жестокие болезни, исцелял возложением рук. Потом, вознерадив, прославляемый миром, и услождаясь сам собой, возгордился он, и впал в самую глубину греха. Смотри же, и имеющий дар исцелений, пал, видишь ли, как падает непришедшая в меру любви. А кто достиг любви, связан и упоен ей, тот погруженный, отведен пленником в иной мир, как бы не чувствуя собственной своей природы. 205. Душа верная и истинно любивая, взирая на уготованное праведным вечное благо и на неизреченные благодеяния, имеющиеся из-за Ти Божьей благодати, и себя, и свое старание, свой труд и подвиг признает недостойными неизреченных обетований Духа, таков нищий Духом, которого ублажает Господь, таков алчащий и жаждущий правды, таков сокрушенный сердцем, воспринявшие такое произволение и старание, и труд, и любовь к добродетели, и до конца прибывшие таковыми, поистине возмогут улучшить жизнь и вечное царство. «Посему никто из братьев да не превозносится перед братом, и обольщаемый лукавым да не преуспевает в самом мнении, говоря, вот имею уже духовное дарование, ибо недостойно христиан думать так. Неизвестно тебе, что сделает братом утрешний день, не знаешь, каков будет твой и его конец. Напротив того, пустяки, будучи внимателен к себе, непрестанно разбирают совесть свою, испытывают дело сердца своего, с каким врачением, старанием и усилием ум стремится к Богу. Имея в виду совершенную цель свободу, бесстрастие и духовное упокоение, непрерывно и неленостно дотечет, не полагаясь, несомненно, ни на какое дарование или оправдание. Каким образом падают и те, в которых воздействовала Божья благодать? Самые чистые помыслы по своей природе бывают поползновенно и могут падать. Человек начинает превозноситься, осуждать другого и говорить, «Ты грешник!», а себя самого признавать праведным. Разве не знаешь, что говорит Павел? «Дам мне, ангел сатаны, жало вплоть, чтобы мучил меня, да не превозношусь». И в чистой природе есть возможность превозношения. Посему христиане сами должны употреблять все старание, вовсе никого не осуждать, ни явных блудниц, ни грешников, или людей бесчинных. Взирать же на всех с простодушным произволением, чистым оком, чтобы обратилось к человеку, как бы в нечто естественное, непременно, никого не уничижать, не осуждать, никем не гнушаться и не делать различия между людьми. Человек может ли пасть, имея благодатное дарование? «Если вознеродит, то падает, потому что враги никогда не остаются в бездействии, ведут брань, не предаваясь лености. Кальми паче, не должен ты прекращать искание своего пред Богом, ибо много бывает тебе вреда, если предаешься неродению, хотя, по-видимому, испытан ты был в самом таинстве благодати». Велико достоинство христиан. Оно ни с чем не сравнимо. А если кто доведен до рассеяния и окраден злобой, то уподобляется он городу, у которого нет стен, и беспрепятственно входят в него разбойники, откуда хотят, и опустошает, и сожигает его. Так если и ты не родив и невнимателен к себе самому, то приходят лукавые духи, в ничто обращают и опустошают ум, рассевая помыслы в веки всем. Оттого они столько радуются, осознавая, какое сокровище получили, столько же страшатся, как бы не потерять его, и стараются совершать свое духовное служение так, чтобы не оскорбить духа благодати, и он не отошел. Не надеется труженик на труды свои, на житие, пока не получит уповаемого, пока не придет Господь, и не будет обитать в нем во всяком ощущении и действии духа, а когда вкусит он благодати Господней, насладиться водами духовными. Снято будет покрывало тьмы, и свет Христов воссияет и воздействует в неизглаголанные радости. Тогда удостоверится в великой любви, имея с собой Господа. Как купец, получивший прибыль, он радуется, но вместе сокрушается и боится бед от разбойников и лукавых духов, чтобы ослабев не погубить как-либо труда, пока не сподобится войти в небесное царствие, в горьний Иерусалим. Как плывущие морем купцы, хотя найдут и попутный ветер, и тихое море, но пока не войдут в пристань, находятся всегда под страхом, что вдруг восстанет противный ветер, взволнуется море, и корабль подвергнется опасности. Так и христиане, хотя и ощущают в себе, что дышит благоприятный ветер Святого Духа, однако же находится еще под страхом, чтобы не нашел и не подул ветер сопротивной силы и не возник в душах из какого мятежа и волнения. Поэтому потребна великая старательность, чтобы войти в пристань упокоения, в совершенный мир, в вечную жизнь и вечное наслаждение, в оград святых, в небесный Иерусалим, в церковь первородных. А кто не прошел еще тех степеней, для того много причин к страху, чтобы лукавая сила во время этого прохождения не устроила ему какого-либо падения? 212. Какой-нибудь богатый человек, весьма славный царь, обратит свое благоволение на бедную женщину, у которой нет ничего, кроме собственного ее тела, сделается ее любителем и вознамерится вести ее к себе, как невесту и сожительницу. Если она покажет, наконец, благорасположение свое к мужу, то, храня любовь к нему, эта бедная нищая, ничего у себя не имевшая женщина, делается госпожой сего имения, какое есть у мужа. А если сделает, что против обязанностей долга и в доме мужа своего, поведет себя неприлично, то изгоняет это с бесчестием и поруганием, и идет, положив обе руки на голову, как и в законе Моисеевым дается себе разуметь, о жене непокорной и неугодной мужу своему. Старозаконие 24.1. И тогда уже она мучится и горько плачет, рассуждая, какое утратило богатство, какое лишилось славы, подвергшись бесчестии за свое неблагоразумие. Так и душа, которая обручит себе в небесный жених Христос, для таинственного и божественного с ним общения, и которая вкусит небесного богатства, должна с великим старанием, искренне благоугождать обручившемуся с нею Христу, вверенное духовное служение выполнять должным и приличным образом, чтобы во всем благоугождать Богу, ничем не оскорблять духа, надлежащим образом хранить совершенное целомудрие и любовь ко Христу, хорошо вести себя в дому небесного Царя со всей преданностью дарованной благодати. И вот такая-то душа поставляется госпожой над всеми господними благами, самое тело ее приемлет прославление от божества Христова. Но если погрешит она в чем и служение своем будет поступать противно долгу, не сделает угодного Христу, не последует воле его, не будет содействительницей, присущей в неблагодати духа, то с поруганием подвергается постыдному бесчестию и отлучается от жизни, как соделавшаяся неблагопотребную потребную и неспособную к общению с небесным Царем. И об этой душе бывает уже печаль, скорбь и плач у всех святых и умных духов. Ангелы, силы, апостолы, пророки, мученики сетуют о ней. Поэтому должно нам подвязаться и совсем благоразумимо вести себя осторожно, чтобы по написанному со страхом совершать спасение. Поэтому все вы, соделавшиеся причастниками духа Христова, ни в чем, ни в малом, ни в великом не поступайте с пренебрежением и не оскорбляйте благодати духа, чтобы не лишиться вам той жизни, которой стали уже причастниками. И все представляет уже в другом лице. Если раб входит в царские чертоги, служит при царе, подавая, что поручено ему, то берет это из царского достояния ни сам, входя ни с чем, царскими уторами услуживает царю. Но здесь уже нужно много благоразумия и рассудительности, чтобы при служении не сделать чего не должного. На царский стол не подать одну смерть вместо другой, но все яства от первого до последнего предлагать в порядку. И если по незнании и по нерассудительности будет он служить царю, никак следует, то подвергается опасности и смерти. Так и душа, посвятив себя служению Богу по благодати и по духу, имеет нужду великой рассудительности и введения, чтобы не погрешить чем-нибудь в рассуждении божьих сосудов, то есть в рассуждении духовного служения, имея собственное свое произволение, не согласное с благодатью. Ибо душа может служить Господу духовным служением, которое втайне совершается внутренним человеком, и своими собственными сосудами, то есть духом внутреннего человека. А без сосудов его, то есть без благодати, никто не может служить Богу, то есть благоугождать и становяя во всем волю Божию. 217. И когда душа примет благодать, тогда потребно ей много благоразумия и рассудительности. Все же сие сам Бог дает душе просящей у него, чтобы могла благоугодно послужить ему духом, какой примет, ни в чем не препобеждается пороком, и не погрешать, совратившись с пути по неведению, небоязненности и нерадению, и против долга приступив владычью волю, потому что таковой душе будут наказанием смерть и плач, о чем говорит и божественный апостол, чтобы проповедовать другим саму не остаться неспасенным. Видишь, какой имел страх, будучи Божьим апостолом. Поэтому будем молить Бога, чтобы всем нам, принявшим благодать Божию, по преимуществу проходить духовное служение согласно с волей Его, и не свыкаться с пренебрегающей всем мыслью, и таким образом, пожив благоугодно перед Богом и согласно с волей Его, послужив Ему духовным служением, наследовать вечную жизнь. Как входящие в чертоге к царю, комиты или начальнике областей, великим бывают страхи, как дать им ответ, не подвергнуться нарекания и наказания, погрешив в ответе, а поселяние простолюдивные, никогда не видавшие князь, заведут себя беззаботно. Так и весь этот поднебесный мир все, от царей и до нищих, не познавая славы Христовой, имеют попечение о делах житейских, и не скоро кто вспомнит одни суда, входящие же помыслом в студилище Христово, где престол Христов, и всегда предстоящие Христу пребывают в непрестальном страхе и трепете, чтобы не погрешить всем против святых его заповедей. Как раб, если он близок к Господину своего, во все то время, пока близ его бывает под страхом и без него ничего он не делает, так и мы должны повергать и обнаруживать помысл свои перед Владыкой и сердцеведцем Христом и на него иметь надежду и упование, потому что он слава моя, он отец мой, он богатство мое, поэтому всегда должен ты иметь совести попечение и страх. Как те, которым поручено главное управление области или царское сокровище, во всякое время бывают озабочены, чтобы не оскорбить всем царя, так и те, которым верено духовное дело, всегда озабочены, имея покой, как будто не имеют его, потому что изгоняет еще из души царства тьмы, вторгшиеся в город, то есть в душу, и варваров, овладевших ее пажетями. Для этой же цели они всячески напрягаются не отступать умом от Господа, и внутренние свои держат в таком строе, как корни своих корабельников, или возница коней. Бог неописуем и необъемлем являет себя всюду, и на горах, и в море, и внизу бездны, не переходя с одного места на другое, подобно, как ангелы сходят с неба на землю. Он и на небе, он и на земле здесь. Если ищешь Господа в глубине, то найдешь, что он творит там знамения. Если ищешь его в арве, то найдешь, что там среди двух львов охраняет он праведного Даниила. Если ищешь его в огне, то найдешь, что он там помогает рабам своим. Если ищешь его на горе, то найдешь, что он там с Ильей Моисеем. Господь повсюду, и под землей, и превыше небес, и в нас, и везде. Христианин обязан иметь всегда памятование о Боге, ибо написано «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем своим». То есть не только когда входишь в молитвенный дом «Люби Господа», но и находясь в пути и беседуя, и вкушая пищу, имей памятование о Боге, и любовь, и приверженность к Нему. Ибо говорит он «Где ум твой, там и сокровище твое». К чему привязано сердце человека, и к чему влечет его пожелание, то и бывает для него Богом. Если сердце всегда вожделевает Бога, то Бог есть Господь сердце его. Так хвор, разброшенный в огонь, не может противиться силе огня, оно тотчас сгорает. Так и демоны, когда хотят напасть на человека, подобившегося даров Духа, попаляются и истребляются божественной огненной силой. Только бы сам человек был всегда прилеплен к Господу и на него возлагал упование и надежду. Если демоны крепки, как твердые горы, то поджигается молитва, как воск огнем. И святым Господним случается сидеть на позорище мира и смотреть на его обольщение, но по внутреннему человеку беседуют они с Богом, тогда как по внешнему человеку представляются взором смотрящими на то, что происходит в мире. Мирские люди подлежат иному влиянию Духа Лести, но по которому мудрствует земное, а у христиан иное произволение, иной ум, а они люди иного века, иного города, потому что Дух Божий пребывает в общении с душами их. Апостол говорит, желая, чтобы мужи творили молитвы на всяком месте, без гнева и сомнения, воздевая руки, потому что по Евангелию помыслы от сердца исходит. Поэтому приступай к молитве и обращай внимание на сердце свое и на ум. Желай, чтобы чистая молитва возвысилась с тобой к Богу, преимущественно же смотри при этом, нет ли чего препятствующего молитве, чиста ли молитва, занят ли ум твой Господом, так же, как у земледельца, земледелием, у мужа женою, у купца торговлею, и когда преклоняешь колено свое на молитву, не расхищает ли помыслов твоих другие, написанного в любви Господа Бога твоего всем сердцем твоим. Старозаконие 6-5, и ты говоришь, я люблю и имею Духа Святого. Но точно ли есть в тебе памятование о Господе, любовь и горячесть к Нему? Привязан ли ты к Господу день и ночь? Если имеешь такую любовь, то ты чист. А если не имеешь, то когда приходят земные заботы, скверные, лукавые помыслы, разыщи, действительно ли неприклонен ты к всему? Всегда ли душа твоя влечется к любви Божией, придержанной к Богу? Ибо мирские помыслы развлекают ум земным и пленным, не позволяют возлюбить Бога или памятовать о Господе? Нередко и человек, не следущий, приступает к молитве, преклоняет колено и ум его входит в покой. И в какой мере подкапывает он в противостоящую стену злобы и углубляется под нее, в такое разрушается она. Человек доходит до видения и мудрости, до чего не достигает сильные или мудрые, или красноречивые, и они не могут постигнуть или познать тонкость ума его, потому что занят он божественными тайнами. Когда есть огонь вне медного сосуда и станешь потом подкладывать дрова, сосуд разгорячается и что внутри его, то варится и кипит от огня, разведенного вне сосуда. А если кто по ней родит и не подложит дров, то жар начнет убывать и как бы потухать. Так и благодать есть небесный внутри тебя огонь. Если будешь молиться, полностью своей придашь любви ко Христу, то как будто подложишь дров и полностью твои сделаются огнем, погрузятся в любовь Божью, хотя и удаляется дух и бывает как бы вне тебя, однако жены внутри тебя пребывают и являются вне тебя. Если же кто вознеродит, хотя мало предавшись или мирским делам, или рассеянности, то опять приходит грех и облекается в душ и начинает угнетать человека. Душа воспоминает о прежнем покое и начинает скорбеть и чаще страдать. Снова ум обращается к Богу, снова начинает приближаться к Нему прежнего упокоения, снова начинает он сильнее искать Бога и говорить «Умоляю тебя, Господи!» Постепенно прибавляется огонь воспоменяющий и упокоивающий душу, подобно тому, как удочка понемногу извлекает рыбу из глубины. А если бы не было этого, не вкусила бы душа горечи и смерти, то как могла бы отличить горький от сладкого, смерть от жизни и возблагодарить животворящего Отца и Сына и Святого Духа во веки? 6.28 «Как на корабле если он вполне оснащен, всеми распоряжается и управляет кормче, одним делает выговоры, другим указывает что делать, так и сердце имеет кормчего ум и обличающий совесть и помысл осуждающий и оправдывающий. Ибо апостол говорит между собою помыслом осуждающим и оправдывающим. Если колесница, борозды, животные и все к тому нужное в руках у одного возничего, то он уже, когда хочет, носится на колеснице со всей быстротой, а когда хочет, сдерживает колесницу и опять, куда хочет, поворотит ее, там она и проходит, почему вся колесница во власти повозничила. Так и сердце имеет много естественных помыслов, которые тесно с ним связаны, а ум и совесть дают вразумление и направление сердца и усыпляют естественные помыслы, возникающие в сердце, потому что у души много составов, хотя она и одна. Люди, запрягшие коней, правят колесницами и устремляются друг против друга. Каждый старается не зринуть и победить противника. Так сердце подвижников представляет из себя зрелище. Там лукавые духи борются с душою, а бога-ангелы взирают на подвиг. Сверх того и же часто многие новые помыслы и душою производятся, а также влагаются и злобою, ибо душа имеет много сокровенных помыслов и в этот час производит и рождает их. И у злоба много помыслов и предначинаний. И ежечасно порождает она новые помыслы против души, потому что ум есть всадник. Он спрягает колесницу души, сдерживая бразды помыслов и устремляется против сатанинской колесницы, так как и сатана уготовил ее против души. Из этого видно, что брание здесь не прекращается от греха этого врага. Отсюда непрекращаемая борьба с помыслами и движениями сердца. Здесь она более утончена. Многие, хотя и присущи им благодать, не знают, что окрадены они грехом. Как если в доме живут молодые женщины, а также и молодой мужчина, и женщина, обольщаемая мужчина, наконец, входит с ним в согласие, прелюбодействует и делается презренное, так и страшный змей греха сопребывает с душою, соблазняет и убеждает ее. Если соглашается она, то бесплотная душа входит в общение с бесплотной злобой духа, то есть дух входит в общение с духом и прелюбодействует в сердце своем, тот, кто приемляет в себя помысл лукавого и соглашается на он и. Поэтому мера подвига твоего заключается в том, чтобы тебе не прелюбодействовать в мыслях, но противостоять умом и внутренне вести брань, бороться с пороком и не слушаться его, не соуслаждаться им в помыслах. Если Господь обретет в тебе готовность эту, то в последний день примет тебя в царство свое. Человек имеет такую природу, что и тот, кто во глубине порока и работает к греху, может обратиться к добру. И тот, кто связан духом святым и упоен небесным, имеет власть обратиться к злу. И те самые, которые вкусили Божьей благодать и стали уже причастниками духа, если не будут осторожны, угасают и делаются хуже того, какими были, живя в миру. Это бывает не потому, что Бог изменяем и немощен, или дух угасает, но потому, что сами люди не согласуются с благодатью, почему и совращаются и впадают в тысячи зол. Иные, вкусив уже сладости Божьи, подлежат еще действию в них сопротивника, и по неопытности девят, что и после Божьего посещения помыслы оказывают свое действие и во время христианских таинств. Но состарившиеся на этом состоянии не дерятся сему. Как и опытные земледельцы по долговременному навыку, когда бывают подородья, не остаются совершенно беспечными, но ожидают и голода, и скудости. И наоборот, когда постигает их голод или скудость, не теряет совершенно надежды, зная, что времена переменяются. Так и в духовном. Когда душа подпадает различным искушениям, не делится она и не отчаивается. Ибо знает, что по Божьему опущению дозволяется злобе испытывать и наказывать ее, и наоборот, при великом своем богатстве и покое не делается беспечной, но ожидает перемены. 234 Продолжение следует...